Всем хаааай! Ребята, я должна вам кое в чем признаться. Дело в том, что я сделала заказы с Алиэкспресс тысяч на триста или четыреста рублей. Не то, чтобы это было достаточно умным поступком с моей стороны, но я ничего не могла поделать, потому что моя жажда потратить деньги была настолько велика, что я осталась носить одну вещь за другое. Я заказала себе все, от нуля до бесконечности. Кстати, что больше нуля или бесконечности? Это шутка для самых умных. Нуля или бесконечности. В общем, я начинала делать заказы еще в мае, и они постепенно мне приходят. Каждый день ко мне приходит курьер с посылками от Алиэкспресс. Каждый день кот не понимает, что он делал со всеми посылками с Алиэкспресс, потому что он хочет с ними играть, но это не игрушка, это мои новые вещи. Ладно, на самом деле это вступление было достаточно странным, но познакомьтесь, это Эвилл 2. Эвилл 2 это царский кот. Да, правильно, правильно. Кто на себя там все смотрит? Сегодня для того, чтобы делать обзор покупок с Алиэкспресс, я пригласила Дарью Граф. Она поможет нам тщательно и хорошо оценить покупки с Алиэкспресса. Надеюсь, что ей понравится то, что я выбрала, потому что то, что я выбрала, я уже не помню, что там вообще было. Слишком много времени прошло. Сейчас, кстати, в коем месте вообще. Подождем Дашу. Нет, ну это, конечно, полный 90, и сейчас будут... Могли бы запаковать костюмчик получше, конечно. Такое качество запаковки костюма я вижу впервые. Ну, вроде как, в упаковке выглядит найс. Простите, а это размер XS, да? Просто почему эти однобручены размером с меня? Хорошего должно быть понемногу. Видимо, такого принципа руководствовалась я при покупке вот с Росталика. Не, ну это ладно, это как будто бы наименьший кринж. Не считая того, что здесь все вот в таком вот. Да, когда покупка тебе пришла вся в негодном состоянии, это, ребята, просто пипец. Такого поганого качества я не видела никогда, но в целом стоило этого ожидать. Когда распаковали, о боже, какие у меня грязные ногти, кошмары. Я только что мороженое поела, где она изляпалась. Киса, ты... Моя пафосная киса, ты тоже недовольна. Да, понимаю, какое-то время купили. А киса-то пафосная, она знает толк в пафосе. Что ж, буду использовать этот костюм для поездок куда-нибудь за город, потому что то, как это еще и блестит, это просто ля кранжачелла. Дорогие друзья, сейчас я решила повторить одну из самых культовых картин в современном стиле. И у вас есть пара секунд, чтобы понять, о какой именно картине я говорю. Это картина «Девочка с персиками» из Третьяковской галереи. Такая же теперь есть на карте «Тинькофф Блэк». Посмотрите, какая она прекрасная. Такую карту нужно иметь всем. И если вы оформите карту по ссылочке, которую я оставляю вам в описании до 16 октября, то получите вечное бесплатное обслуживание. Ну, это, конечно же, не все. Также вы получите до 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно будет выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется. Доход до 6% годовых на остаток по карте ежемесячно. Кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. Кот, привет. Доступны бесплатные переводы с карты на карту. И по номеру телефона через СБП. Наличные также можно снимать бесплатно в банкоматах. Переходи по ссылке в описании, чтобы оформить дебютовую карту «Тинькофф Блэк». В дизайне картин Третьяковской галереи. И получить вечное бесплатное обслуживание по ней. Предложение действует до 16 октября. Знаете, что сказать? Скажу то, что я думаю, пока еще Даша не видит. Я вот надела этот костюм и хочу его реально снять, потому что он весь колется. Меня очень бесит то, что вот здесь вот эта вот видно белая ткань, которая отвратительно выглядит, эти неровные швы. Ну, короче, честно говоря, я думала, что этот костюм будет гораздо лучше, потому что я бы хотела иметь вайбы, а ли я такая киса-кисуля Меган Фокс. Но нет, я не чувствую себя даже блондинкой в законе. Я чувствую себя... Ну, я себя чувствую одна! Она раздражает, называется ухо, а я просто забрала ему шлюхой. Со стороны как будто бы, наверное, даже неплохо. Такое возвращение в гламурные 90-е. Это я сделала вид, что я показываю задницу, но я не показываю, потому что у меня нету. И это повод для того, чтобы гордиться. Кот, пожалуйста, не атакуй один из моих следующих заказов. Кстати, один из моих следующих заказов выглядит так. Вот чего я абсолютно никак не ожидала, это то, что я неиронично буду носить этот чехол. Он просто крутой. Вот ничего круче этого чехла у меня не было. Он только просто чехольчик с баком, но мне очень больно. Мне очень больно, сказала она. Мне очень больно. Мне не больно! 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 Мне вообще не больно! Чехольчик, короче, очень качественный. И вот этот вот поп-сокет, это же поп-сокет называется, был в комплекте. Очень прикольно, мне нравится. Красиво-красиво. И вот эта штука оказалась не иронично супер-мега удобной, потому что просто берешь и вешаешь себе на плечо, и тебе вообще кайф. Ну, а вот здесь вот куруми. А ты куда пошел? Можно, пожалуйста, вас сочнить, вы куда? Какой неприличный котик. Пока. В общем, Дарья Порногров подъехала, наконец-то. Послушаем ее мнение. Она мне уже высказала, между прочим, за этот костюм до того, как зашла. Посмотрите на нее. Здравствуйте. Ну, посмотрите на это. Давай, Даша, расскажи им. То, что ты мне только что высказывала. Короче, у меня точно такой костюм встали, как я, кстати, забыла его показать у себя в видео. Ха-ха-ха! Поэтому, кстати, наверное, по этому и не знала, что он у меня есть. Ну, наверное, да. Короче, точно такой же. Он очень странный материал, потому что здесь прокладка нулевая. Здесь просто вот. Ну, типа, оно выглядит дешево, как будто с Алиэкспресс. Как будто с Алиэкспресс. Сколько ты покупала свой костюм? Да, тысяча полторы. А, я купила 700 рублей. Всего? Стоп! Ну, он мне вообще две стоил. Да ладно. Да там вкус был раньше другой же. Да, я покупала 50 рублей, когда было. Но у тебя по качеству прям вообще одинаковый. А, абсолютно одинаковый. Я ходила в штанах. Штаны хорошие, они такие легкие. Такие, знаешь, летящие. Ну, вот самое то. Надо было на этом Винкс записывать. Мы не Винкс записывали. А, Трикс. Надо ли Трикс. Блин, точно. Надо Винкс в этом. Я каждый раз, когда фотографируюсь, я что-то делаю. Я делаю вот так. Внутрь заправляю, чтобы не было видно этого белого говна. Позорище. Позорище. Давай сделаем совместную фотку по этому постеру. 800 рублей норм. Ну, за 800 рублей норм. За 2000 дороговато. Совместную фотку сделаю. Все, ну хотя бы на совместную фотку. Он на тебе как-то по свободе сидит. У меня в рамбах. Рождение чего бы то ни было. Что это такое? О, боже. Еще одна розовая штука. А почему все такое разрачное? Проходим. Лиса, ну нифига себе. А что по талии? Где этот корсет? Почему он не держится? Потому что, Дарья. Я заказывала размер S. А это размер L. Никакой чертой. Чего? Почему L? Я тебе отвечаю. Это пришел размер L. Причем, классе, согласись, оно очень крутое. Оно безумно красивое. Оно так классно сидяет от голубого света. Ну, если вот это вот еще как-то можно пережить, хотя тупо выглядит. Но корсет размер L, это, конечно, сильное заявление. Я в кошмарном ужасе. Слушай, если вот так, я буду держать. Да, смотри сразу, какая красота. Ну, ребят, ну профессионально же, ну? Нет, ну для фотки так вот. Ага, резиночек там закололок. Пошел. А на мероприятие уже не помешь. Лиз, ну тить кивса спасают. Сенпай. Потому что если бы не было титика, я бы с тобой спал. Осталось, конечно, нарастить тут себе пузо размера. Так, просто не надо. Не надо? Думаю, нет. Что? А попробуй залезть сюда. Ты пролезешь на мой бэйби. Ну давай. Мой бэйби? Даже моя бэйби не знает. Даже она рядом не подозревает. Я залезу. Она прорывается наружу. Бэйби прорвался. Короче, как упорный размер тут действительно на двоих. Кстати говоря, ребят, я хотела сказать огромное спасибо тем, кто меня смотрит, тем, кто на меня подписывается. Дело в том, что мой канал совсем скоро пересечет рубеж 3 миллиона человек. Просто imagine, как много 3 миллиона это человек. Посмотрите, это один человек, это два человека, это три человека. Уже много места занято. Все, вот они уже никуда не будут пойти. Вот! Только подумайте, что такое 3 миллиона человек. Это очень огромная сумма. Это просто невероятно. Я безумно счастлива, поэтому спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что до конца этого года мы достигнем цифры в 3 миллиона человек. И просто покажем всем, что Фоксы, что мы с вами все правим. Лучшие подписчики. Вы. Ну, а если ты просто смотришь и еще не подписываешь, то значит, что еще пока не готов быть в клубе самых классных девчонок и мальчишек. Такие дела. Ну, слушайте, я уже прямо сейчас вижу, что здесь что-то, ну, очень прозрачное получается. Оценивает 1 до 10. Ясно, тебе больше тот пакет, да, понравился? В общем, я это достала. Я надеюсь, вы видите. Во-первых, это что за прозрачность? Это что за степень прозрачности? Какой ужас! Швов нету, все разлетается. А еще эта хероборина, посмотрите, она прям вся осыпается, все в блесках. Нет, я, конечно, очень извиняюсь, я хотела в этом гулять, но мне кажется, в этом... Что это? Я в таком ужасе. Давай. Опять сорится фея. Очень красиво. Да, оно очень прозрачное, поэтому, смотрите, пожалуйста, на москве. Мы не слушаем. Я, как обычно, хожу всегда до в шортах, потому что здесь очень прозрачный материал. Ой, реально, это свечка, уверена. Там прям в жопу больше полностью. Как не ловко. Ребята, в Телеграме, видите, там виситые трусики, никто еще не видел. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, пожалуйста. Даже Даша уже давно подписана. Да, и даже я уже видела трусики вниз, да, но вы нет. Жесть. Потому что у меня трусики, знаете, такие типа а-ля, ну, нюдовые, которые должны сливаться, по идее, с задницей. То есть их вообще не должно быть видно. Это вот эти вот как раз специальные, для прозрачки. Но костюм очень-очень прозрачный. Даже смотрит на мою задницу, мне так неловко. А вы смотрите на передницу, боже, я не знаю, что это сказать. Короче, платье, конечно, красивое, пипец, спасибо большое. Но почему, почему настолько прозрачный материал? Это же только на пляж. А снизу как-то обработано еще один раз. Кстати, да, я тут сейчас обратила внимание. Сейчас покажу вам. Ну да, так, профессионально я бы сказала. Блин, реально, даже эти прозрачные трусы здесь просто вот они торчат. А вот о чем говорила Даша. Видите, качество материала, конечно, такое. Обрезали просто ножницами. Пожалуйста. Степень прозрачности платья, этикетка на бедре. Слушай, а тебе еще не кажется? А, смотри внимательно. Что не так с верхом? Кроме того, что он прозрачный. Посмотри. Ты видишь, да? А это что? Не знаю, как они так умудрились шить. Ладно, это нормально. У меня пожестче там будет. Неудивительно, Лиз. Ой, я так ждала эти приблуды. Так ждала эти приблуды. Пипец. Это целая куча цацок, ребята. Смотрите, сколько у меня теперь цацок. Пипец. А это кольца. Кстати, я такие кольца в Москве. Может быть, вы видели у меня в историях моих. Я, блин, видела. Они продаются по 16 тысячам патриарших. Вот прям вот такие вот. Ну, только менее всратые, конечно. Ну, как вам сказать? Типа, вот есть кольца за 16 тысяч, а есть за 160 рублей. Ну, для 160 рублей ставлю лайк. Не, ну, черная как будто лучше выглядит, она более аккуратная. Бээээ. Ну, честно говоря, выглядит достаточно странно. Так же странно, как этот ноготь на фоне вот этих. Все, супер странно. Что ты там весной? Что ты можешь, пожалуйста, прокрутить? Эвил второй. Эвил второй, прекратите, близ. Сидите здесь. Наблюдайте сверху. I have a pen, but this is говно. Круто. Это на штанишке или это на шее? Нет, это на шее. Эвил, прикинь, и вот это выглядит как будто официальный мерч Monster High. При этом у него есть даже вывеска, типа, этот Мотель, прикинь. Ну, естественно, это никакой не Мотель, это стоило 100 рублей. А это все одного или разное? Это все разное, но вот это и вот это у одного, так что качество, сама понимаешь, здесь крайне разное. Типа, круто. О, это, это Паль. Да, это Паль. Вот у меня оригинальный мерч убрался. Посмотреть на нее. На оригиналку. Покупала на Долл Скилл, когда Долл Скилл еще сосуществовал. Да. Я очень долго перерывала украшения, потому что я очень хотела купить что-то вот такое от плана. В итоге я каким-то образом попала на розовую сторону Алиэкспресса и накупила кучу розовых шмоток. Клево. Ну, вообще суперское. Ну, вообще, надо. Смотрите, настоящая Monster High. Так, а это? Ну, тут прям сердце, ну, ого-го. Ну, да, достойно, достойно. Тебе подходит, кстати, под эту кофту? Ну, да. Я специально надела, чтобы тебе все забрать. А, я так поняла. А сколько стоили? Вот это стоило 90 рублей, это что-то типа 120, это 40, это типа 120-140. Так, мне нужно быть хотя бы один товар, чтобы я похожий нашла. Ой, я знаю, что это такое сейчас будет. Короче, в какой-то момент я подумала, решила, что следует мне запариться на тему того, как выглядит моя ванна. И, в общем, я не сдержалась и купила вот такие вот одноцветные себе упаковки. Но настолько не сдержалась, что я нашла их на Вейлберрис точно такие же. Я уже закупила до этого всего. И, к сожалению, они оказались полным хламом, объясню почему. Типа, вот так выглядит красиво. Но когда ты наливаешь туда жижу, у жижи есть цвет, если жижа не супер прозрачная. Ну, получается так, что какая-нибудь жижа прозрачная, какая-нибудь жижа белая. И в итоге у тебя все равно получается все по-разному. О, это Куруми. Я купила себе вот такой вот чехольчик для моих наушников. Я сих пор не был чехла. Ааа, какой он хайповый. Тебе нравится Куруми, да? Понимаю, понимаю. Я совсем забыла вам показать про еще одну вещь, которая мне пришла. Выглядит она вот так. У меня как раз сейчас нет маникюра, поэтому давайте попробуем наклеить наклеечки с Алиэкспресса. Они такие розовые. Я вообще только сейчас поняла, что у меня в этот раз почему-то все розовые. А почему у меня же розовые? А, господи, в каком момент я стала комайкой? Вот так вот выглядят ноготочки, которые я взяла. Не могу сказать, что в упаковке она выглядит как-то люто качественно, но давайте проверим. Какая интересная вещь. Это наклейки на ногти. Типа вот на эти штуки клеятся ногти. Кто-то на меня смотрит. Аллдей, привет, мои сладкие малыши. Кажется, я так уже говорила. Мне всегда нравились раньше, ну, накладные ногти. Типа не нарочные, а накладные. Я раньше их одновременно делала. У меня очень старых видео. Потом я стала делать панк маникюр ободранный обосранный. А вот сейчас у меня настроение розовиночка. Внутри они выглядят вот так вот. Здесь прям очень много ногтей. Походу они огромного количества размеров имеются. Вот этот мне нравится больше всего. Это мой любимый ноготь из этой серии. Коровий молокосос. Что еще у нас есть? Змеиный молокосос. Молокосос обыкновенный. Чел любитель иньянь. По размеру они вот такие вот длинные. То есть прям гигантские ногти. А еще что мне нравится, это реально очень много вариантов. Потому что у меня очень маленькая ногтевая пластина. И типа даже какой-то просто микро маленький мизинец мне не подходит. Мне подходит вот такой супер мега XXX. Арки смол. Арки смол. Я не знаю, что делать. Очевидно, что инструкция для лохов. Такое ощущение, как будто у меня очень странное белое лицо. Это моя новая пудра. Показывала в распаковке покупок из Германии. Вот я ее купила, потому что меня забайтила визуальная штука. И в жизни она не выглядит такой белесой. А тут на себя смотрю, такое ощущение, как будто я просто именно лицо за чем-то белинками отбелила. Очень странно. Она мне идеально по цвету подходит в жизни. Но на камере какая-то кринжащая. Ладно, не важно. Обжиревые ноготочки. Вы этого не видели. Надеюсь, они дизельные до конца прогулки. Обжиревые ноготочки внутри тоже. Пытаемся разобраться без инструкции, которая, конечно же, была на задней штуке, но я как обычно. Так, клин мы сделали, select correct size мы сделали, press on мы не сделали. Но тут не написано, когда нужно. Ладно, не важно, раздросишь. Что, не раздросишь, что ли? Вижу какой-то extra small штучка. Ага. Допустим. Так, хорошо, что делаю дальше? Как это снять теперь? Так, теперь нужно наклеить, чтобы это было ровно. Допустим. Блин. На этом моменте все, конечно, люди шарящие понимают, что это такое. Оно сломано? Короче. Качество оцениваем вот в такое вот состояние. Я что-то как-то не ожидала. Что, вы заставляете больного человека? Негодовать. Я и так вчера наоралась. Не, ребята, вообще не понимаю, на алики такие хорошие были отзывы. Я думала, ну все. Буду теперь просто настоящий старый кит, е-мое. И что это такое? Оно все в каком-то гавне, и оно липкое. Я не могу показать вам липкость, но просто поверьте, оно липкое. Why? 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 Не очень хочется это мерить, но вот что-то как-то вообще нет. Очень плохо. Короче, это еще ремень бракованный, потому что если ты его выворачиваешь, короче, как бы ты не выворачивал, он ровно не будет. Он будет только под этим углом вонючим. Это, конечно, криниш. Казалось бы, куда уж хуже, но можно хуже. Блин, если меня смогут вернуть в моей диску, там, 900 рублей за это, я буду очень рада, потому что, знаете ли, за 900 рублей вот настолько говнокачество, ну, в принципе, должно быть стыдно. Плюс я не понимаю, откуда хорошие отзывы, я просто не понимаю. Она вот в таком вот состоянии, все, и с ней ничего не поделаешь. Никак. Теперь плохо не только очкам, но также им нет. Откровенно говоря, при покупке я ожидала чего-то такого. Ладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова